Здравствуйте! Меня зовут Антон Ганичев. Я читаю две лекции про сверточные нейронные сети и про сегментацию и детектирование. Обе они про работу с так называемыми визуальными данными, которые мы привыкли назвать картинками или видео. И сегодня мы рассмотрим одну из самых мощных техник, благодаря которой вообще возник современный бум интереса к искусственному интеллекту. Это сверточные нейронные сети. Если я правильно понимаю, в прошлый раз вы проходили многослойные модели и в домашнем задании делали какую-то двух- или трехслойную сеточку. Вот какая у кого точность там получилась на Safari? Порядка 0,5. У кого-то может быть чуть больше, чуть меньше, но порядка 0,5 должны были выучить. И сетка у вас, наверное, выглядела примерно вот так. Один или два линейных слоя, между ними функция активации и на выходе слой, где количество выходов у него равно числу наших классов. Вот это число могло варьироваться. Но вот здесь у меня небольшая такая сеть. У нее тоже точность порядка 0,5 получается. Вот я ее запущу. И что я хочу сделать? Я хочу посмотреть на то, что выучил вот этот вот первый слой. Потому что по логике, которые должны были руководствоваться на время выучи задания, у нас объекты разного класса, они визуально сильно могут отличаться. Допустим, лошадь смотрит направо и налево, они в один шаблон не влезают. Поэтому нужно, чтобы у нас этот слой мог заучить несколько шаблонов на разные вариации. И вот я хочу на них посмотреть. Я скачиваю веса для вот этой модели, которую обучили раньше, чтобы сейчас ее не учить долго. И вот таким образом загружаю их в модель. Можно загрузить модель веса. Соответственно, когда вы что-то учите, вы тоже можете сохранять и загружать свои веса. Вот. И здесь я их просто отрисую. То есть я риса каждого нейрона обратно собираю в массив из вектора и вот их отрисовываю. Ну и при желании, при фантазии можно видеть, что здесь действительно есть какие-то паттерны, которые отдаленно напоминают некоторые объекты, которые были в датасете. Но получается, что этих паттернов на класс-то все равно не очень много. То есть у нас там 64 паттерна, классов у нас 10, ну где-то там 6, может быть на какой-то 6, на какой-то 7, ну в среднем 6 и 4 паттерна на класс. Ну и в целом это работает достаточно уже прилично. Там у кого-то 0,52, у кого-то 0,54. Вот. И у меня вопрос. А почему получается, вот используя всего 6 шаблончиков на класс, классы же значительно более различные. У одних машин там цветов может быть ну не меньше 7, как минимум, да? А еще они могут быть по-разному повернуты и так далее. Почему вот у нас получается такой простой штукой, просто вот сравнением с шаблоном, решить достаточно сложную задачу? Что нам здесь помогает? Верно то, что у нас акцены связаны. То есть если она у нас клювняться, то она все еще подходит под этот шаблон. Верно. Если у нас там другой свет, то у нас все равно будет какой-то гребиент света сохраняться. То есть он потом переходит и думает, если будет другой. Ну, цвет как раз не столь очевидный. Если цвет совсем другой, под него другой шаблон нужен, да? Просто видим, здесь машин красных много, вон смотрите, там прям несколько красных таких пятен, а желтых, наверное, мало. Насчет поворотов я согласен. А вот что, в каких ситуациях не будет работать такая конструкция с шаблоном, с маленьким количеством шаблонов? С поворотом, да, это более-менее там как-то работает, потому что в датасете много как раз объектов, которые как-то естественно повернуты, да? Там все лягушки как-то смотрят, одна направо, другая налево, там чуть больше вверх, чуть больше вниз. Вот. Ну, по-другому задам вопрос. А на каких картинках это перестанет работать? Ну, минимально не отцентрировано. Вот, верно. Мы взяли очень простой датасет учебный, сафаровский, да? И там за нас все картинки отмасштабированы и отцентрированы. Если мы возьмем настоящие картинки, где объект будет не в центре находиться, у нас вся эта конструкция с шаблонами рухнет, потому что все они нацелены на центр. И, опять же, благодаря вот этой простоте датасета нам сошло с рук то, что мы взяли, вытянули картинку в вектор, и это ничего нас не сломало. Потому что, поскольку все действительно картинки центрированы, они находятся примерно в одном месте. Они все находятся в центре изображения. И пиксели, которые просто стоят на определенных номерах в этом векторе, занимают определенные места, они всегда попадают либо на изображение, либо на фон. Ну, не всегда, но в среднем. И это нам сходит с рук. Если мы начнем туда отправлять все эти настоящие картинки с фотоаппарата, сделанные где-то в живом мире, никак не подготовленные, работать это будет намного-намного хуже. Именно потому, что мы не будем уже попадать в объект. И вот надо как-то эту проблему решать. Потому что вот такая порча изображения, она у нас просто... Ну, кучу информации мы теряем, когда вектор вытаскиваем. Ее хорошо бы использовать. Потому что вот даже в оси мы видим, что эта пятерка, она вот здесь отрисовывается. А когда мы вытащили вектор, мы уже этого совершенно не видим. У нас просто разрозненные какие-то кусочки. И если они будут меняться местами, то все пропадет. Пока они на своих местах, еще ладно. Как только мы их будем передвигать, то это пропадет. Ну и, значит, может быть, рассказ такой неочевидный, но можно попробовать прийти к решению, проанализировав нашу собственную зрительную систему, как мы смотрим. Вот если есть среди вас биологи, вы меня поправите, если я сейчас навру. Но, насколько я знаю, наш глаз, он в течение секунды, порядка 20 с лишним раз, он меняет точку фокуса, куда мы смотрим. То есть мы картину видим не статическую, а мы ее как бы клеим из маленьких фрагментов. Потому что и область, в которой можем сфокусироваться, она тоже не очень большая. Там порядка 1-2 градуса, что ли. Могу ошибаться, но достаточно небольшая область. То есть мы сканируем то, что перед нами находится. И из вот этих фрагментов уже наш мозг дорисовывает целиком образ того, что мы видим. То есть это первая идея, что мы можем не всю картинку сразу запихивать в сеть и в наш какой-то анализатор. Мы можем брать ее частями, анализировать. И тогда мы будем меньше зависеть от того, где находится целиком объект, если мы будем находить его фрагменты. И вторая идея, которая тоже из биологии приходит. Как у нас вот эти данные, которые попали в глаз, они обрабатываются в мозгу. Вот есть светочувствительные элементы на сетчатке, на них падает свет. Но они в зависимости от количества света дают какой-то отклип. То есть этот отклип приходит на нейроны, на нервные клетки, которые к этим чувствительным палочкам и колбочкам посоединены. И вот каждый нейрон соединен с небольшим количеством чувствительных элементов. То есть он может анализировать какую-то относительно небольшую локальную область на сетчатке. Соответственно, этот нейрон уже активируется, когда на эту область попадает какой-то определенный очень простой паттерн света. Например, в центре ее яркое пятно, по бокам темное. Или наоборот. То есть буквально какие-то очень простые такие паттерны. Они его активируют, он посылает сигнал дальше, следующему нейрону. Следующий нейрон уже соединен с несколькими нейронами этого первого уровня. И соответственно, он активируется, когда он получит от них набор сигналов, которые его активируют, на которые он привык, обучился активироваться. И соответственно, область, из которой сигналы придут суммарно, она будет больше, чем вот у этих. То есть он сможет уже какой-то чуть-чуть более сложный распознать объект, образ. Ну еще не объект, просто какой-то паттерн, но чуть более сложный. Уже состоящий из реакции нескольких вот этих нейронов и с большей площадью. И дальше сигнал уже идет в мозг через какое-то количество слоев нейронов. И на каждом уровне получается вот это поле, из которого конкретный нейрон получает информацию, оно растет. И дальше уже в затылочной коре появляются нейроны, которые реагируют на какие-то очень сложные объекты. Такие как человек или какой-то сложный объект, который мы пытаемся уже классифицировать сейчас с помощью нашей искусственной сети. И вот идея состоит в том, чтобы воспользоваться этими механизмами, не то чтобы их полностью скопировать, но просто попытаться некоторые идеи из них позаимствовать. И как это можно отчасти реализовать на практике? Анализ локальной области может происходить за счет взаимных фильтров, которые существовали задолго до начала применения всяких нейронных сетей. Они живут просто, например, в фотошопе, когда мы изображение сглаживаем. Как это происходит? Есть фильтр, это просто матрица чисел. Как правило, этот фильтр сильно меньше самого изображения. Он накладывается последовательно на картинку в разных точках. Обычно просто с шагом, не обязательно с шагом 1, но на этом примере с шагом 1. То есть он накладывается на область, соответствующую по размеру самому себе. И все элементы там перемножаются. Соответственно, получается какой-то отклик на этот фильтр. И результат записывается в выходной массив. Пока не очень понятно, как это применить, но вот такой механизм, он как бы и есть. Например, для того же размытия мы можем сделать очень простой фильтр. Мы можем сделать все значения одинаковыми. Важно, что их сумма должна быть единицей. Поэтому мы их здесь домножаем на такой коэффициент. И начинаем вот так вот их сюда применять. Что будет, если сумма не будет равна единице? И мы применим вот такой фильтр. Что мы получим на выходе? Точнее, почему вот такое требование возникло? Из каких соображений? Пока про обучение вообще речи нет. Это Photoshop. Мы просто вот таким фильтром сглаживаем картинку. Про обучение пока мы не забываем, но пока мы про него не говорим. Это просто механизм. Получаем итоговый цвет, да? Мы получаем какой-то отклик, да. Если мы просто сглаживаем картинку, этот отклик должен быть пикселем картинки следующей, которая получится на выходе. Если мы будем нормировать, то мы получим выход за пределами. Верно, да. Если у нас здесь будет сумма больше единицы, и мы пройдемся таким фильтром по яркой части изображения, достаточно яркой, у нас в итоге значение на выходе станет больше, чем сумма изначальных пикселей. И мы просто рано или поздно выйдем за диапазон. У нас будет яркость расти, расти, и мы просто не уложимся в 255. И у нас картинка станет белой, как вот у некоторых получилось в прошлой группе. Значит, про это напомним. И если реализовывать это в лоб, можно написать два цикла, и в циклах этот фильтр применять. Как применять? Вот есть изображение. Для того, чтобы понять, до какого момента нужно делать цикл, мы здесь считаем его размеры и учитываем размер фильтра, потому что он должен остановиться, когда мы уперлись в край. Дальше там ничего нет, и у нас будет выход за границы массива, если мы это не проанализируем. Мы из него вырезаем кусочек размером с фильтр вот здесь, и поэлементно перемножаем фильтр на вот этот кусочек. Они одинаковые, просто поэлементно перемножили и сложили. Вот. И давайте запустим этот Купер Сью. Здесь привели. И вот изображение сгладилось. Ну, заметно сгладилось, да? Значит, вопрос. Это что за операция? Как она соотносится с тем, что было на прошлой лекции? Мы скалярно умножили два вектора, если бы их вытянули вектора. То есть, это линейный слой, без байоса. То есть, это просто линейный слой. Мы локально применили линейный слой. То есть, фильтр равен... Линейный слой – это фильтр плюс байос. Ничего нового получается. То есть, мы то, с чем уже разобрались, просто применяем локально. Движимость по картинке. Значит, можно фильтр сделать посложнее. Можно подобрать какие-то более хитрые числа, чтобы он сглаживал чуть более красиво. Хотя здесь, наверное, вы этого не заметите. Это фильтр ГАРУС, который на практике чаще используется для сглаживания. Опять же, здесь сумма их равна единице. Просто центральному пикселю больший вес, по крайней меньше. То есть, в принципе, вот это есть операция свертки, когда мы таким образом накладываем фильтр на картинку. Можно сказать, что мы усредняем, если у нас единичные все одинаковые веса были. Не единичные, а 1 и 9. А здесь мы усредняем, но с коэффициентами. Мы каждому пикселю можем дать свой какой-то коэффициент, с которым его в сумме учитывают. Ну и выглядит это просто как сумма для дискретных данных, когда мы элементы ядра перемножаем на элементы картинки. Но нас-то не интересует, сейчас красота и фотошоп, нас интересует, как с помощью такого фильтра анализировать данные. То есть, находить в них какие-то паттерны. И таких фильтров люди тоже до всяких нейросетей придумали довольно много. Вот смотрите, если делать немножко другой фильтр, где не все единицы, а расположить значение в нем определенным образом, как он будет работать? Вот такой фильтр. Вот если он попадет на однотонную часть картинки, он будет давать 0 всегда. Если мы умножим на одинаковое значение, хоть на 255 умножим. Вот минусы скомпенсируются с плюсами. Хоть на нули, понятно, все будет нулями. На средние какие-то. А вот если мы попадем на перепад яркости, где вот эта часть умножится, допустим, на маленькие значения, а вот эта на большие, у нас будет не нулевой хлеб. В одном случае отрицательный, а в другом положительный, смотря в какую сторону будет перепад. И таким образом мы можем искать границы на изображении за счет, например, такого фильтра. Мы можем искать горизонтальную границу. Вот это известный фильтр Собеля, который вам сегодня нужно будет использовать как раз в домашнее задание. Просто это его часть, которая горизонтальные границы ищет. А еще можно построить аналогичным образом вертикально, просто транспонировав его. И вот вам нужно будет достроить и их объединить по некоторому несложному алгоритму, который есть на Википедии. Важно, что мы можем сами придумать какой-то фильтр, который что-то найдет на изображении интересное. И можно искать не только абстрактный перепад яркости, а можно искать вполне конкретный паттерн. То есть такой учебный пример. Вот, допустим, крестик мы хотим найти. Мы можем для этого сделать фильтр в форме креста. Единственное, что я здесь немножко, просто чтобы числа были целые, нарушил вот это правило, что сумма должна быть равна нулю. Она здесь, а нет, она как раз единица здесь в принципе и равна. Она единица должна быть равна, и у меня по-хорошему она должна была быть равна нулю. Потому что в тех местах, где ничего не совпало, нам как бы отклик нужен нулевой. Но чтобы числа были целые, я это правило немножко нарушил. Она равна там не нулю сумма, а единицы здесь. Но это не страшно, если здесь яркость немножко подрастет в учебном примере. Мы этот фильтр можем вот так вот накладывать на картинку. И там, где единицы совпадут с единицами для бинарного изображения, отклик будет максимальный. Там, где они совпадут частично или попадут единицы на минус единицы. У нас отклик будет уменьшаться. А вот где он идеально вот так вот совпадет. Да, минусы занулятся, плюсы останутся, и у нас будет максимальный отклик для этого фильтра. Проверим, что я вас не обманываю. И действительно вот там, где есть паттерн, который мы ищем, отклик большой. И вот таких фильтров люди придумали довольно много руками, чтобы искать разные вещи. Для поиска лиц много маленьких фильтров. Фильтров накладывают, потом суммируют их отклики, смотрят, есть ли там лицо или нет. Есть фильтры для углов. И раньше их придумывали вручную. А идея, которую я сейчас пытаюсь вам продать, состоит в том, что мы не хотим их придумывать сами. Мы не хотим эти фильтры создавать руками. Мы хотим научить это делать сеть. И мы можем это сделать, потому что эта операция наложения фильтра является локальным примененным линейным, даже не слоем, а одним нейроном. Слоем из одного нейрона. Фактически мы на вход к нейрону подали кусок картинки и получили отклик. И мы точно также можем этот нейрон учить градиентным спускам, как обычный линейный слой. Просто получается, что если мы не один раз ее применили, а несколько раз к объекту. И идея состоит в том, чтобы уйти от такой конструкции, когда у нас обязательно должен быть шаблон на всю картинку здоровый. Потому что далеко не всегда работает у нас и масштаб, и вот эти сдвиги мы не можем сделать бесконечное количество шаблонов. А мы, наподобие того, как работает наш глаз, научим фильтр распознавать какие-то очень простые конструкции, из которых на самом деле состоят более сложные. Подадим их на следующий слой. Он из этих простых конструкций уже будет учиться выделять какие-то более сложные паттерны. И, сделав несколько слоев, мы придем к тому, что в финале последний слой уже из вот этих фрагментов обучится выделять паттерны, которые соответствуют целиком уже какому-то классу. И, собственно, это основная идея того, про что мы сегодня будем говорить и что будем разбирать. Как сделать вот такую штуку, как заменить такую линейную сеть на вот такую сверточную. И сейчас мы постепенно к этому придем. Значит, ну то, что сверткает линейный слой, локально примененный, вроде бы понятно, да? Но я здесь это просто демонстрирую. Вот я создаю линейный слой, отключаю у него BIOS, хотя, в принципе, BIOS нулевой, можно было и оставить. И у него есть свойства веса и в них есть data. Я туда кладу вот это наше ядро для поиска крестиков. И просто применяю, опять же, картинки, получаю такой же отклик, как в случае с циклами. Ну, просто я операцию вот это перемножение заменил линейным слоем. Значит, единственная разница, которая будет с точки зрения практики, в том, что в полносвязанном слое мы получали на весь вход, на всю картинку, только один отклик. А здесь мы, поскольку мы его двигаем, мы получим много откликов. Мы эти отклики уже, их разумно хранить не в векторе, а в массиве, потому что эти отклики, они к какому-то месту относятся изображения. И они вот должны на своем месте оставаться. Они описывают, есть ли на этом месте, ну, вот какой-то паттерн, который наш фильтр научится выделять. Ну, например, кресть. Или там какая-нибудь палочка наклоненная. То есть, у нас выход просто вот применения этого линейного слоя многократно будет иметь форму массива. И вся эта логика, она инкапсулирована вот в таком объекте Conv2D, который живет в Torch. И давайте сейчас опять же его протестируем на крестике. Вот я пересоздал это изображение, пересоздал то же самое ядро и инициализирую слой. Так, вот эти два параметра разберем буквально чуть-чуть попозже. Значит, единственный параметр, который я здесь задаю, это размер ядра. Потому что, ну, фильтр может быть разный по размеру. Ну, пример 3х3, самый простой, да, но, в принципе, может быть любой. И вот, собственно, если у нас есть картинка, получается, всю эту конструкцию я буду постепенно зарисовывать. Вот у нас была на входе какая-то картинка, мы добавляем какое-то ядро фильтра пока. Оно всегда меньше, но у него тоже какие-то есть H и V. Мы будем постепенно эту конструкцию усложнять. Ну и вот я применяю уже вот этот Conv2D к нашему крестику. При этом я добавляю сюда два измерения, поскольку у нас нету батча, чтобы был батч. И второй момент неочевидный про каналы. Потому что изображение у нас черно-белое, они могут быть цветными, да. И вот цветное изображение можно представить просто как массив H на V, а можно представить как H на V на 1, где будет канал. Так, получаю на выходе ерунду. Значит, вопрос на внимательность. Почему? Почему я не получаю здесь пятерку, как в прошлый раз красивую? Еще раз. Инициализировали вот этот объект. Операция, которую он проводит, та же самая. Там внутри живет линейный слой. Мы его вот так вот применили к картинке. Хотели получить такой же результат, как вот здесь вот до этого был. Да? Но что-то пошло не так. Что такое Unsqueeze? А, Unsqueeze, это когда мы добавляем измерения. Смотрите, вот у нас была картинка H на V, да. Когда мы сказали Unsqueeze, она превратилась вот в такой трехмерный тензор. Но здесь у нас появилась единичка измерения. То есть, если бы это был массив, ну, если бы это был просто какой-то лист, да, у нас была бы картинка, выглядел бы вот так вот. Там первая строка, строка N, и в ней были бы просто числа какие-то, да? То есть... Шип не к тому как добавлялся. Ну, был H на V, делали Unsqueeze, Unsqueeze. И разве... Будет H на V на 1 на 1? Будет. Вот первый Unsqueeze вот так добавили. Второй Unsqueeze вот так добавили. Да. А у нас должно быть B на C на H на V. То есть, получается, у нас другой шип. Нет, почему? Вот у нас первое измерение батчевое. Батч у нас один элемент. Да? Вот оно батчевое. Второе измерение мы добавили канальчики. Каналы. Вот. А дальше внутри все, что было, то осталось. Здесь ошибки нет. Нет. То есть, он отработал как бы. Если бы была ошибка какая-то с формами, он бы скорее всего сказал, что я не могу принять. Там мне не хватает измерений в шейпе. Ну, давайте вот сравним с тем, что я вот здесь сделал. Я на это, в принципе, обратил внимание. Да? Вот линейный слой сработал хорошо. Что я сделал перед тем, как его применить? Где разынул? А, картинку в смысле? Картинку, да. Я не про это. Я про то, что я инициализировал веса определенным образом. Просто, чтобы это работало. А когда мы создаем… А когда мы создаем… Если бы мы создали новый слой и вот этого не сделали, ну, конечно, бы ничего не сработало. Это просто вопрос на… Внимательно. Здесь точно так же, в Konf 2D, такие же веса инициализируются. С случайными значениями. Поначалу, да? И пока они ничего искать не умеют. Пока мы его не обучим, пока модель не создадим для этого, пока лосс не посчитаем. А здесь случайные веса. Естественно, я умножил изображение листом на случайные какие-то числа и получил набор случайных других чисел. Вот. Поэтому, чтобы это сработало, я искусным образом в эти веса запихиваю вот этот фильтр, который мы искусно создали. Вот теперь все работает. Все то же самое. Значит, теперь, что вот это за параметры? In-Out-Channels. Значит, первый – In-Channels. Это для работы с цветными изображениями. То есть, для черно-белого изображения у нас будет один канал. Но если это будет цветное изображение, то здесь будет уже не один, а три канала. Это будут РЖБ-каналы. И, во-первых, не всегда изображения могут быть трехканальными. Бывают всякие данные, в которых много каналов всякие. Космические снимки могут быть многоканальными. Какие-то, наверное, рентгены бывают. И все такое прочее. А потом мы не всегда будем подавать на вход этому условию изображение. Потому что мы же хотим сеть сделать, где будет несколько слоев стыковаться. И они будут на вход уже получать не картинку, а выход предыдущего слоя. И там каналов может быть, в общем-то, не очевидно, что три. То есть, черно-каналов может быть произвольным. И мы вот таким образом его задаем. Вот здесь был наш слой с одним каналом на входе, а вот дальше сделали три для цветных картинок. И смотрите, что поменялось. Поменялось, я здесь вывожу форму весов. Количество весов изменилось. То есть, там, где у нас три канала на входе, там увеличилось число весов в нашем фильтре. То есть, мы накладываем не один и тот же фильтр с количеством весов. А получается, что для каждого канала у нас фильтры тоже появились измерения. То есть, для каждого канала будет, для каждого значения в каждом канале будет свой вес использоваться. Ну и давайте протестируем, как это будет работать на цветном изображении. Согрузили картинку с котом. И вот прежде, чем подать ее в сеть, еще раз как раз разбираемся с этими всеми ансквизами. Что мы с ней делаем? Мы спилу превратили в массив. Дальше нужно из целых чисел повести его к нецелым. Потому что торч нас обругает, иначе он с флотами работает. Дальше мы... И по-хорошему надо еще ее нормализовать как-то более по умному, если бы у нас был датасет. Но здесь я просто ее делю на 255. То есть, в интервал 0.1 все это сжимаем. Дальше превращаем в тензор. И делаем один ансквиз. Потому что каналы здесь уже получается и есть. У нас трехмерный тензор. Мы добавляем одно батчевое измерение. И тем не менее получаем ошибку. С чем она связана? Неправильно получилось. Устройка должна быть на 2 месяца. А, верно. Это связано просто с особенностью торча. То есть, есть фреймворки, где каналы идут в конце. Где не... Где-то у меня есть написано. Да, вот. Где каналы идут последними. В торче каналы идут здесь. И вообще-то это довольно естественно, но не очевидно. И это просто надо помнить. Что в торче каналы нужно переставлять. А если мы в Matplotlib хотим картинку ввести, их нужно вернуть обратно будет. То есть, в библиотеке работают с разным порядком вот этих каналов. Поэтому их надо переставить. Ну, можно там сделать это решейпом. Можно view. Можно вот с помощью permute в торче есть. Здесь просто я указываю куда, на какое место идет размерность, которая раньше была под номером 2. Вот каналы раньше были под номером 2. Я их перекидываю на нулевое место. И вот они, соответственно, переезжают вперед. Здесь я опять же добавляю просто batch. И вот у нас уже ошибки нет. Вот так, как выше показано, делать на самом деле не нужно. Потому что есть метод toTensor или класс toTensor, который делает это все внутри себя. И нормализацию делает, и каналы переставляет. Если ему на вход картинку в пилу упадать, он все сделает сам. Вот видите, разницы между нашими преобразованиями нет. Теперь что получилось на выходе, да? Посмотрим на год. А вот форма выхода у нас осталась плоской. То есть, вот эти два измерения. Батчевое понятно. А второе, где были каналы, оно сплющилось. То есть, мы для вот этого одного уже не плоского фильтра все равно получили плоскую карту признаков на выходе. Карта признаков. И не важно, сколько было каналов, все равно карта была бы для одного фильтра плоской. Потому что они все по умолчанию в стандартной такой реализации все-таки складываются. Там есть всякие хитрые варианты. Но вот базовая свертка, она все просто складывает. Все совсем, да? Каждый на каждый перемножили и сложили. То есть, опять же, если бы мы вытянули все это в вектор, все эти каналы многочисленные, это по-прежнему осталось бы линейным слоем. Просто скалярное произведение. И по необходимости добавляется байос к всей сумме. Один байос, независимо от количества каналов. То есть, не у каждого канала свой байос, а байос один на весь фильтр. Ну и вот, еще раз, если посмотреть, выглядит это вот так вот. Ядер у нас стало больше, а байос остался один. Независимо от того, что каналы выросли. Значит, теперь, ну, один нейрон нас не спасет. Мы делали линейные слои, где было несколько нейронов. Каждый из них вот какой-то свой паттерн заучивал. Так же и здесь. Нам нужно еще больше паттернов. Потому что мы хотим какие-то, чтобы элементарные части изображения нейроны у нас выучивали. Поэтому нам нужно добавить несколько нейронов. И вот второй параметр, OutChannels, это параметр, который задает количество фильтров слоя. То есть, в слое может быть несколько фильтров. И идея как раз в том, чтобы каждый из них заучил что-то свое. То есть, вот этих конструкций будет много. То есть, вот это вот Kernel. Вот это вот. А вот все это вместе, когда они стыковались, это уже слой, да? C, M, M. Но плюс еще Bias к ним добавляется. К каждому свой. Вот, собственно, количество фильтров, которые внутри будут жить, мы задали вот этим параметрам OutChannels. И теперь уже выход, который мы получим вот сюда вот, да? Вот здесь, после того, как мы добавили сюда фильтры, он уже перестает быть плоским. Он тоже будет иметь какую-то толщину в зависимости от того, сколько фильтров у нас было. Вот сколько было фильтров, столько здесь будет Cout. Cout равняется N. То есть, выходом вот такого уже слоя не одного нейрона, а выхода слоя сверточного будет такой трехмерный уже тензор, массив с признаками, которые каждый нейрон смог найти. Потому что каждый нейрон свои признаки ищет, вот он туда их записывает. И, ну, наша теперь задача эту конструкцию повторить. То есть, сделать сеть из нескольких слоев, чтобы из простых признаков в итоге мы смогли собирать сложные. То есть, вот то, что я рассказывал, это до этого относилось именно к слою, ну или объекту conf2d. Это были какие-то параметры настраиваемые. То, что дальше будет, оно тоже в виде параметров отчасти задается, но это уже применяется, когда мы несколько слоев между собой стыкуем. Да? То есть, у нас здесь получается следующий слой. Это все вот был первый слой. Дальше мы сюда добавим какую-нибудь активацию в виде ReLU, например. И здесь будет слой 2. Вот эту карту признаков мы отправим на вход следующему слою. То есть, вместо картинки это будет уже набор признаков. Но он по-прежнему будет в форме массива. Как это можно реализовать? Создали первый слой, создали второй. То, что вы сегодня будете делать. Важно, что вот эти вещи должны совпадать. Сколько было на выходе у нас каналов в карте признаков, столько нужно сделать на входе у следующего слоя. Иначе они не состыкуются. И давайте теперь посмотрим на размерность этих выходов. На вход подали 32 на 32 картиночку, как в цифре. Первый слой нам выдал карту признаков 28 на 28. Следующий 24 на 24. То есть, они почему-то сжимаются. Почему? Потому что у нас... Просто вот, опять же, в задании вызывает вопросы. У нас есть какая-то картинка, у которой много пикселей, да? Вот когда мы накладываем наш фильтр куда-нибудь вот сюда, вот так вот, да? У нас этот пиксель оказывается в роли центрального. Если мы накладываем вот так вот фильтр, да? У нас этот пиксель окажется в роли центрального. И так далее. Вот этот окажется, да? Но, граничные пиксели никогда центральными не будут. То есть, они поучаствуют только в одной свертке. Вот. И у них не будет, получается, выхода для них, как для центральных. Поэтому у нас карта признаков сожмется в зависимости от размера фильтра. Если у нас будет фильтр не три на три, а пять на пять, у нас по два пикселя съест с каждой стороны. И так далее. И это не очень здорово, потому что они как бы... Получается, что они в меньшем количестве участвуют сверток и меньше информации передают. То есть, какая-то часть информации может теряться. Плюс это чисто технически неудобно, когда у нас постоянно выход меняется. Нам нужно это все прописывать в параметрах. А картинки-то могут быть разные, на вход подаваться. Теперь мы не привязаны к какому-то конкретному размеру картинки. В принципе, чем больше подали, тем больше будет размер на выходе. Вот. Это не всегда удобно, что у нас эта штука меняется. Поэтому легко можно с этим достаточно побороться, просто добавив по краям какое-то количество нулей. И если мы для фильтра три на три один ряд нулей добавим, у нас на выходе будет то, что было. Если фильтр будет пять на пять, нужно два ряда нулей добавить и так далее. То есть, это зависит от размера фильтра. Сколько нужно добавить нулей, чтобы на выходе у нас размер сохранился. Ну, есть варианты, когда подают одеркаленные пиксели изображения. Но на практике, по-моему, чаще нулей. Если у нас вдруг какой-то именно наш признак, именно краевой, получается, мы увидим, погасит. Ну, в какой-то степени погасит его значение, спросите, нет? Если вдруг у нас, например, вот именно черная точка с края, ну, небольшая точка с края, она важна при возображении. То получается нулей, скорее всего, будут именно краевые нули, будут скорее всего негативные на таком случае. Ну, нет, нет, вы правильно понимаете. В этом плане да. Но, с другой стороны, здесь можно другую логику привести. Что, в принципе, мы смотрим на центр изображения, в основном. И, наверное, то, что оказалось с краю, его сложно однозначно воспринять. Да, это может быть, этот пиксель, он может быть последним пикселем муха на этой картинке. А может быть, это кусочек, там, не знаю, какого-то другого объекта закрался, который попал только краешком. Да, и поэтому, ну, наверное, нет большой беды то, что им достанется действительно меньше внимания. Ну, технически это удобно, когда у нас карта признаков не меняется. Поэтому на практике ее просто добивают нулями. Ну, либо зеркалют. Либо зеркалют, что для больших картинок, наверное, в принципе, не очень критично. Просто этот размер этого пэддинга, он зависит от размера ядра. И можно его считать руками. Да, вот здесь написано, как его считать руками. В принципе, в задании будет, наверное, задание. Вот, но есть параметр пэддинг у CONV2D, который позволяет его задать явно либо посчитанной руками, либо задать ему значение same, если мы хотим, чтобы у нас карта признаков просто не менялись в размере. Он будет сам подбирать необходимое количество нулей в зависимости от размера ядра. Ну, собственно, вот его и рекомендую использовать во втором задании. Я сразу рекомендую поставить пэддинг так, чтобы у вас карта признаков не менялась. Это избавит вас от головной боли с подсчетом потом на выходе количество признаков. Сейчас чуть-чуть позже станет понятно, почему это важно. Вот, ну и картина вот такая вот в целом. Получается, что мы просто картинки добавили на входе, не на выходе, на входе добавили пэдинг. Все остальное так же работает, просто где-то нули попали на свертку. Теперь, собственно, почему это является головной боли, да? Вот мы теперь пытаемся слои состыковать уже в маленькую сеть. Создал я здесь два слоя, которые работают с какой-то черно-белой картинкой из места, например. А у вас в втором задании будет меньше. Вот можно этот код, собственно, просто перетащить в задание. Разные ядра я здесь задал. Там поставил функции активации. Поскольку внутри линейный слой активации точно так же нужно. То есть с активацией вообще ничего не меняется. Она поэлементно применится к каждому элементу вот этого вот. И на выходе нам все равно нужно предсказать класс. То есть получить вектор из десяти значений. И для этого нам по-прежнему нужен линейный слой. Вот мы получили какое-то количество признаков и должны передать их в линейный слой. Чтобы он уже решил каких признаков там кошачьих или лягушачьих больше на этой картинке. Но поскольку у нас вот здесь могли произойти какие-то изменения за счет наличия пэддинга или отсутствия. Нужно правильно посчитать сколько будет признаков всего, чтобы их в этот линейный слой подать. Ну это головная боль, особенно если картинки у нас могут быть разные на входе. Но у вас в задании такого не будет. И на восьмой лекции вам расскажут про свои, которые эту проблему решают. Они в принципе несложные. Они просто усредняют вот эту карту до какого-то размера и все. Но вот в сегодняшнем задании вот это вот больное место, как показывает практика. И самая разумная стратегия это поставить везде пэддинги сразу. Так что вы точно знали, что у вас размер не меняется сам по себе. Что пришло 32 на 32 и вышло 32 на 32. Все. Меняются только каналы. Тогда вы просто сможете умножить вот здесь вот эту размерность на число каналов и понять, как создать линейный слой. Это собственно вот прототип такой простой свертучной сети для классификации чего-то. Например, Мнистан. Да, если такой картинке, то мы это можем сделать. Ну, в сегодняшнем задании будет два датасета. Я сбегаю вперед. Первым заданием будет Мнист. Во втором задании будет Сефар. И, соответственно, прямо вот в лоб вы одну и ту же сеть использовать не сможете. Вам придется вот это место переделать. То есть, этот код вы можете скопировать во второе задание, но в пятом вам все равно придется вот в этом месте чуть-чуть поправить число входов. Абсолютно разумное замечание. И я, кстати, всем советую так сделать. Вот если мы засовываем это в Sequential, который неудобен для вывода, нам придется считать. Можно засунуть в Sequential две части отдельно. Вот первую часть до линейного слоя в один Sequential и вторую после. И тогда вы форму действительно можете вывести. Можно сделать еще хитрее. Можно все это поместить в класс, но это у вас будет в классе. Можно в конструкторе задать параметр Image Size. И тогда вы сможете вот эту первую часть подать в нее просто шум размером с картинку. Посмотреть, что получилось на выходе. И создавать линейный слой, уже зная, какой будет выход по размеру. Это вас избавит от необходимости вообще что-либо считать, но заставит написать пару сточек кода такого. Тоже нормальный вариант. Просто практика показывает, что вот здесь вылетают ошибки, и это отнимает много времени у студентов, чтобы их найти. Но почувствовать эту боль, наверное, нужно, чтобы понять, зачем нужны механизмы, которые потом от нее избавляют. Я здесь просто про Flutter. Кроме того, что нам нужно посчитать количество признаков, нам нужно их вытянуть в вектор. Если мы это в объектном стиле делаем, в Sequential, мы подаем туда объект Flutter. Он, в отличие от всяких функций, помнит про Batch. Он батчевое измерение не трогает. А если вы это будете делать руками, без NN Flutter, через обычный Flutter, например, или через Vue, вам нужно батч самостоятельно сохранить. Тоже причина ошибок. Окей. Сколько стоит слоев? Сколько слоев нам нужно, чтобы решить задачу? Ну, поскольку у нас на выходе классификатор, логично, что он должен видеть всю картинку. То есть он должен проанализировать информацию, агрегировать ее из всех точек изображения. Соответственно, как это будет происходить? Вот у нас первый слой, допустим, с нейроном, у которого фильтр 3х3. Он, соответственно, проанализировал вот такую область 3х3 пикселя. Больше он ничего не видит. Он только в ней может сказать, есть паттерн или нет. Второй слой. На него попадают уже вот эти признаки от нейронов первого слоя. Вот эти признаки собраны из этой области. Вот соседние будут собраны, соответственно, из соседней вот здесь. Совсем соседние из вот этой. То есть получается, что вот эти зеленые нейроны, которые попадут в эту синюю область, они вот покрывают 5х5 кусок. И получается, что вот этот синий нейрон из области 5х5 впитал какую-то информацию уже опосредованную. Соответственно, когда у нас появится следующий слой, ну, все то же самое по аналогии. Вот этот фиолетовый нейрон уже увидит всю картинку. За счет того, что вот эти вот синие нейроны, у них 5х5 области, они уже всю картинку видели. Вот. То есть для такой маленькой картинки трех слоев достаточно получается, чтобы последние нейроны уже обладали всей полнотой информации. Но если картинка реальная, большая, то сеть получит очень глубокое, прежде чем мы дойдем вот до этого состояния. Потому что растет это поле пропорционально размеру фильтра и вообще не очень быстро. Оно как там, размер фильтра минус один растет. А фильтр обычно маленький. Вот. Поэтому можно его искусственно увеличить, просто двигая фильтр быстрее. Не всегда, не всегда идя по одному пикселю, можно, они все равно же накладываются, да, эти области. Можно ускориться и двигать его через два или через три пикселя, чуть-чуть, может быть, менее плотно собирая информацию, но зато существенно ускорив вот этот процесс. Ну и выглядит это вот так вот. Соответственно, есть параметр stride, который вот этот шаг задает, с какой скоростью мы двигаемся. Можно задать отдельно по каждому направлению, но у нас обычно все квадратное. И если мы задаем одно число, это значит, что шаг одинаковый по всем направлениям. Вот. И обычно делают как? Ставят несколько слоев с маленьким шагом, потом делают вот слой с шагом два, и у нас картинка сжимается в два раза сразу. И таким образом у нас уже вот этот процесс, потому что рецептивное поле растет, он ускоряется. Единственный момент, который здесь, ну не то чтобы он критичный, просто получается, что у нас область, которая может не попасть в свертку, она становится больше, да? Так, мы двигали по одному пикселю, и мы гарантированно до края доходили. А здесь, если у нас нет возможности сдвинуть на шаг фильтр, просто эти значения не попадут. Вот здесь крайне специально я забил большие значения, и видно, что когда все это свернулось с фильтром, у нас нигде нет перемножения на 99. Просто они не попадут в этот страйт, поэтому размеры обычно подбирают так, на входе, чтобы все было кратно шагам, и делилось на целом на размер фильтра. Так, но можно использовать не свертку шагом два, хотя в принципе это рекомендованный способ. Сейчас в современных сетях в основном так и делают. Раньше были более популярны такие более простые способы фактически сжатия картопризнаков, как мы изображение сжимаем, да? Потому что они не требуют обучаемых параметров, работают просто быстрее. Можно не использовать свертку, а просто усреднить картинку. Либо усреднить, либо взять максимум по какому-то региону. То есть, у нас есть большая карта признаков. В каждом канале получается отклик на определенный фильтр. То есть, грубо говоря, каждый канал – это то, насколько объект похож на ухо кота. Для классификации нам не так важно, где находят ухо. Это существенно, но если мы картинку сжимаем, нам не так важно, чуть проверяем, но чуть левее. Важно, что там где-то было нечто сильно похожее на ухо. А то, что рядом с ним был отклик послабее, скорее всего, говорит о том, что фильтр частично на него наехал. Не попал четко, а вот зацепил границу. И мы можем эти маленькие значения отбросить, потому что нам важно, чтобы здесь было хорошее ухо, а там так себе. Поэтому можно просто разбить изображение карт-признаков на куски, на фрагменты. И из каждого куска оставить только самое большое значение активации. Это будет MaxPooling. AveragePooling для классификации реже используется. Он не максимальное значение берет, а среднее. И, наверное, это нужно, когда у нас задача не классифицировать, что есть один код или вообще кота нет. А, допустим, посчитать. Если у нас толпа людей с помощью неклассификации, а регрессии, оценить количество. Тогда в этих случаях, наверное, есть смысл использовать AveragePooling вместо Max. Но это уже какая-то экзотика больше. Ну и, соответственно, эти штуки тоже реализованы в торче, естественно. Вот можно задать размер ядра. То есть, размер вот этих фрагментов, на которые мы режем. Но обычно ядро здесь движется шагом два. Это просто равносильно тому, что мы режем картиночку на части и с каждой берем только одно значение. Но, в принципе, можно варьировать, если зачем-то это будет нужно. И, таким образом, мы смогли сжать вот так. Но вот эту часть у нас осталось количество каналов. Она от MaxPooling или от свертки Shagon 2 никак не поменялась. Точнее, при свертке Shagon 2 она может поменяться, если мы явно образом количество каналов укажем на выходе другое. Да, свертка Shagon 2 еще этим удобна, чтобы мы сразу каналы можем уменьшить. Но вот если MaxPooling или какой-то пулинг, то у нас каналы остались. И не всегда есть смысл тащить с собой столько элементарных признаков, сколько было на входе сети. Мы же их как-то агрегируем и хотим получить более крупные какие-то признаки. Нам нужно от этих простых иногда избавляться. И вот для именно этой задачи используется свертка просто с ядром один на один. На первый взгляд, вроде бы бессмысленно. У нас ядро один на один. Мы ничего пространственного не сворачиваем. Но у нас много каналов. И это тоже получается нейрон. Одна такая свертка это один нейрон, который просто из набора вот этих признаков простых может нам собрать какой-то чуть более сложный. Вот были у нас палочки. Определенные комбинации дают крестик. Крестик более сложный признак. И вот этот линейный получается уже честный линейный слой просто учится находить среди входов. Крестики, которые не в пространственной области собираются из частей. А вот из того, что было на этом месте. И таких сверток опять же можно сделать несколько. Вот сколько мы их сделаем, столько будет каналов на выходе. Обычно меньше, хотя есть ситуации, когда я раздуваю число признаков искусственно. Но обычно таким образом сжимают число каналов, чтобы получить какие-то более информативные, более сложные признаки. Можно это сравнить с усреднением, с коэффициентами. Но, по-моему, тот пример достаточно хороший. Никаких для этого, естественно, новых слоев не нужно. Просто мы размер ядра один задаем и все. Ну и число каналов на выходе, это число как раз этих фильтров. Так, ну давайте теперь вас подключу немножко к работе. Мы разобрали основные параметры. Поговорим о ресурсах. Вот у нас есть два таких слоя. Один сверточный, другой полносвязный. И несколько вопросов. Сколько весов будет у сверточного слоя? Вот у такого. У него шесть фильтров. Всякие. Пайпадинг 1, страйт 1. Вот, карты одинаковые, получается, на выходе. Ну сейчас речь ее только про веса. Сколько весов? 27 на 6. 27 на 6, да. Плюс байосы, да. Плюс байосы, да. То есть, в принципе, это немного. Да? Все правильно, да. Размер ядер, просуммировать их. Убеждаемся, что расчеты наши верны. Выводим количество весов, действительно, 128. А у этого? 37 на 6, не плюс байосы. Да. Много. То есть, у этого всего 168 весов. А у этого куча. То есть, весов в памяти у ленивого слоя куда больше, чем у сверточного. В этом плане сверточный слой очень экономный. Веса ему... Ну понятно, что можно поставить разное количество, но в целом, при том же количестве нейронов, как бы, весов мало. А теперь по операциям. Вот чтобы посчитать вот эти карты признаков, сколько потребуется... Ну хорошо, начнем с полносвязного, это проще, да. Сколько полносвязному слою потребуется, чтобы посчитать свои 6 выходов? Именно операции умножения, даже без сложений, просто берем вот одни умножения. Ну все те же 3072 на... Ну в каждом из них у нас... Ань, 6 раз мы это делаем? 6 раз, да, у нас... 6 выходов, да. 3072 на 6. То есть, столько же, сколько весов, столько операций. Мы каждый вес по одному разу перемножаем с входом. И все. Зависит только от выхода, да. А здесь... Ну логика такая же, да. Вот у нас есть какое-то количество весов, 168 получилось, да. У нас это умножить почти на размер картинки, потому что эти фильтры и почти... Ну, если у нас есть пэддинг, даже не почти, а просто на размер картинки. Если для простоты указал я вот таким, да. То есть, каждый пиксель даст перемножение всех элементов фильтра на какие-то входы. То есть, мы вот это количество весов, 168, перемножаем на то, сколько у нас точек на картинке. То есть, 32 на 32 на количество весов. И это получится сильно больше. Ну, на 3 нет, потому что фильтр сам 3 на 3, да. И это 3, оно забито в фильтре. А вот каждый сдвиг даст новое применение фильтра. Нам здесь количество сдвигов нужно. А если мы добавили пэддинг, оно будет ровно столько, сколько пикселей на изображении. И получается, что полносвязанный слой у нас вот так вот. А сверточный слой ему нужно сильно-сильно больше. То есть, на порядок больше практически вычислений. То есть, несмотря на то, что мало весов, он тратит кучу вычислительных ресурсов. И практически вывод из этого следует, что нам придется такие модели считать на карте. Ну, как на карту перекидывать, наверное, в прошлый раз показывали. Я просто напоминаю, что удобнее всего выяснить, есть ли у нас устройство, и писать не ту-куда, а отправлять на устройство что-либо. Потому что, если у нас коллаб отвалится, скажут, что у нас ресурсы закончились, у нас как-то будут работать на процессоре. И, в принципе, учебные задания мы стараемся делать так, чтобы большинство из них вообще-то не требовали большого числа ресурсов. То есть, если вы ждете по 20 минут, когда у вас какое-то задание отлаживается, это значит, что вы сами что-то не так делаете. То есть, обычно есть одно задание в конце, которое нужно долго посчитать, ну, как долго, там, минут 10. Вот так вот, вряд ли дольше. А все остальные, они должны выполняться за минуту, две, три. То есть, обращайте на это внимание. И, как правило, для отладки, опять же, разумно брать кусочек датасета. Не тащить весь датасет, ждать, пока у вас первая эпоха пройдет и вылезет первая ошибка. А взять немножко просто данных, посмотреть, что у вас работает код. А потом уже в него класть больше данных. Соответственно, смотрим, ответим устройства. Отправляем и модель noget устройства, и что важно, отправляем данные на устройство. Когда мы в модель отправляем данные, их тоже нужно кинуть на устройство. И она нам выдаст out. Он будет на видеокарте, если у нас есть видеокарта. И когда мы его кладем в Loss, его нужно либо переместить на процессор, либо метки переместить на видеокарту. Но если лучше, наверное, на процессор переместить выходы, потому что лос, как правило, много ресурсов не требуется. И теперь я, собственно, это пытался изобразить на доске. Как выглядит общая структура модели, которую и вы будете делать. Большинство моделей, построенных на свертках. У нас есть вход. У нас есть первый сверточный слой, который принимает картинку на вход. И за ним может идти один или два слоя, которые также делают свертки с этими картами признаков. Потом с помощью страйд 2 у свертки или макспуллинга мы сжимаем, как правило, в два раза картинку. Ну не картинку, а карту признаков. А количество каналов при этом можно увеличить. Потому что у нас операции меньше, мы вот эти ресурсы вкладываем в каналы, а признаков мы выделяем больше. Дальше снова какое-то количество сверток. Снова сжатие, да, даунсэмпл. И снова увеличиваем число каналов. Видите, вот здесь маленький тензор нарисованный более толстым. Потому что каналы обычно растут, а пространственные размеры уменьшаются. Если это классификатор, в какой-то момент нам нужно будет добавить линейный полносвязанный слой. Для этого вытягиваем вектор. Наши признаки все вытягиваем вектор. Слоев линейных может быть несколько на конце. Хотя в современных архитектурах обычно он один. В старых их было 3, 2. И на выходе получаем из линейного слоя наши 10 скоров для разных классов. Как бы добавились вот эти даунсэмплы, добавились сверточные слои. Между ними также функция активации везде присутствует. Ну и вот, собственно, линет, про которую на первой лекции я там говорила, она примерно так устроена. Вот слои сверток, между ними слои пулинга. Карты признаков растут, пространственные размеры уменьшаются, потом 3 линейных слоя полносвязанных. И сейчас немножко поговорим о том, как к ней картинкам применяют свертки, какие они бывают, в том числе про молекулы. Ну и начнем с простого. Свертка, она работает везде, где есть какая-то связь между соседними элементами в данных. Вот если у нас таблица, там никакой связи между столбцами нет. Мы их можем упорядочить как хотим. Вот поставим сначала рост, потом вес, потом между ними можем поставить там какой-то еще параметр содержания сахара в крови. У нас никакой связи между ними не будет. А вот есть данные, которые такую связь содержат. Ну самое простое, это, наверное, там аудиосигнал или какой-то сигнал во времени, который распространяется. Его тоже можно обработать сверткой. Хотя для временных рядов есть рекуррентные сети, которые несколько по-другому работают. Но в принципе все равно в них данные зачастую предобрабатывают свертками, чтобы их сжать. То есть здесь есть тоже связанность, но в одном направлении. Не 2D, а 1D. Мы их все равно перемешать не можем. И поэтому для таких данных используется, соответственно, свертка 1D. У нас класс назывался CONV2D, а это CONV1D. И вся логика точно такая же, только мы подаем туда данные, у которых на одну размерность меньше. Также задаем размер фильтра уже одномерного. Также шаг какой-то можно задать. И вот эти данные можно сворачивать сверткой. Правда, можно тот же самый waveform преобразовать в спектрограмму, посчитав, какие частоты там есть. А спектрограмма это уже картинка, по сути. И чаще делают так, применительно именно к звукам. То есть это уже 2D данные, есть частотная составляющая, есть время, есть амплитуда. Ее уже можно подать в классическую, просто в 2D свертку и все. У некоторых вот такие мне подались работы. То есть у студентка, которая со мной работала, у нее раствор, в который они помещают определенное вещество, которое флюоресцируют. И вот они светят на этот раствор лазером, на определенной длине волны, они ее знают. И фиксируют отклик. Вот получается такая спектрограмма. То есть для разной длины волны известны отклики. И вот тоже 1D данные. И по этим откликам она классифицировала содержание определенных примесей в растворе. Вот пример тоже применения 1D свертки в таких научных исследованиях. Но у нее, правда, была еще возможность, поскольку это был не просто отраженный свет, а там еще эти точки флюоресцировали, она для каждой длины воздействия могла зафиксировать еще и спектр, в котором флюоресценция происходит. И это снова получалось 2D картинка. То есть это вроде бы уже и не картинка, а вот такая спектрограмма 2D. Но ее тоже, соответственно, можно уже 2D сверткой обрабатывать. То есть такого рода всякие данные, их можно вполне тоже сворачивать. Там энцефалограммы можно через свертку прогонять. Вот сейчас у меня аспирантка, которая состав этих астероидов по спектру пытается определить, и тоже свертки, в принципе, там неплохо работают. То есть такого рода данные вполне можно сворачивать. Так, ну это просто как доп. информация. Чтобы не было ощущения, что внутри все работает через циклы, есть несколько ссылок на то, как свертка реализовано с точки зрения практической. Конечно, внутри торч никаких двойных циклов нет. Там данные разворачиваются в матрице, и они перемножаются между собой. Кому интересно, можно здесь почитать про это побольше. Значит, можно увеличивать, не уменьшать нашу размерность данных, а есть данные, где размерность, наоборот, больше. Где у нас уже не два измерения, а три связанных между собой. Важно, что у них есть связь. И, наверное, самый простой пример, такой бытовой, это видеоряд. Нас может интересовать не наличие какого-то конкретного предмета, а действия в этом видеоряду. И, соответственно, просто наличие, что человек стоит, у него рука приподнята. То ли он ее опускает, то ли поднимает, то ли он совершает какое-то еще движение, которое мы по одному кадру не можем оценить. Нам нужна последовательность кадров. И они связаны между собой. То есть, у него в следующем кадре рука не окажется в совершенно другом месте. Она куда-то начнет двигаться локально. Поэтому для таких данных можно применять 3D-свертку, у которой все то же самое, кроме того, что здесь еще есть одно измерение, которое мы не нарисуем на доске. В данном случае это измерение будет временным. То есть, есть данные, где 3D-картинка именно как набор срезов одномерных, это какой-нибудь КТ. А вот здесь, если это видео, мы добавляем просто кадры из другого времени в этот тензор. И складываем. У нас получается 4D-тензор, которым, допустим, сегмент из 16 кадров какой-нибудь. И, ну, лонька, работа такая же остается. Мы создаем вот эту конф 3D-свертку. Ну, количество каналов в данном случае это... А вот, кстати, для... Здесь пример не очень хороший. Он не для видео, потому что количество каналов это все равно будут цвета, а вот количество остальных измерений, остальные 3D, это будет время, там, ширина, высота. Ну, произвольно можно задать. Здесь просто пример, как она вызывается. Но вряд ли у вас там много работ с видео, а вот всякие медицинские снимки вполне вероятно у кого-то могут быть. И они тоже хранятся в 3D, но уже без времени. А может быть и со временем, там тогда будет уже, наверное, 4D получаться, если у нас и 3D, он еще во времени меняется, какая-то видеозапись МРТ, я не знаю. Такое, наверное, тоже бывает. Но если говорить и просто о КТ или МРТ-снимках, то это 3D-массивы, просто со слайсами, с фотографиями в разных плоскостях, с рентгенами. И для этого есть для работы с ними библиотеки специальные, которые позволяют такие форматы, в которых они хранятся, это НИФТИ и ДАЙКОМ. Поздают с ними работать, переводить их просто в массив. Вот здесь я скачал одноканальное изображение, оно черно-белое, но у него, соответственно, 3 измерения, потому что это КТ, это набор срезов. Мы их можем по этим срезам, собственно, вывести, посмотреть, как они выглядят, то есть, с разных сторон мозг поснимали. И, ну, как это значит, может быть, классифицировать здоровые от больных или какие-то еще. Собственно, мы его также добавляем в Тензор, делаем из него Тензор, добавляем каналы, которых здесь нет, потому что оно черно-белое. У нас получается уже 4 измерения без батча. И потом подаем его в 3D-свертку, добавив перед этим батч. Батчевое измерение, и у нас получается выход вот такой уже многомерный батч размером 1. Там число каналов, и все 3 измерения сохранились. То есть, ну, с такими данными тоже можно работать с, ну, по сути, обычными торчевыми свертками. Была работа у нас на курсе. Молекулы девушка пыталась засовывать в 3D-свертки. То же это у нее, в принципе, получилось. Можно и молекулу закодировать, как такой 3D-тензор. Но там, получается, он разряжен, и это не очень естественно. Потому что есть атомы, между ними какие-то большие расстояния. Они все должны быть закодированы нулями или как-то пустотами. Поэтому молекулы чаще представляют в виде графов. Потому что это естественно. Вот есть атомы, они как-то между собой связаны. Эти связи можно закодировать. Где-то сильные, где-то слабые. Вот и чуть-чуть про графовые свертки так сейчас поговорим. Получается, что граф – это тоже данные, которые связаны между собой. Вот у нас картинку можно представить в виде графа, где связи между пикселями все одинаковые. Каждая связана только с соседями. А у графа эта связь может быть какой-то менее тривиальной. И для нее свертка будет чуть отличаться, потому что количество соседей у нас будет разным у разных вершин. Если здесь у нас всегда было известно, сколько у пикселей соседей. Вы могли взять 3х3, но туда все соседи гарантированно попадали. То у графа будет немножко по-другому. И обычный торч с графами не работает, но для этого есть такая библиотека торч. Geometrix, которая для этого используется. Но поскольку я не специалист по графовым сверткам, я очень простой пример сейчас покажу, как сделать базовую графовую свертку. Он из себя представляет. Соответственно, для демонстрации нам нужен какой-то граф. Граф — это в первую очередь набор вершин и плюс к ним связи. Если мы кодируем графом что-то осмысленное, по-хорошему в эти вершины нужно положить какие-то вектора, которые эти данные будут описывать. Если это атом, то набор каких-то его свойств. Если это социальные сети, если это человек, может быть его возраст, то, что он о себе написал в профиле, то есть какой-то вектор, какой-то эмбидинг. Но для простоты отображения сейчас я делаю эти эмбидинги для начала единичной длины, просто чтобы у меня все на картинке отрисовывалось, попадало. Но в целом это вектора, потому что это не просто число, это векторы единичной длины. И просто я пока значением задаю номер вершин, чтобы было просто. Дальше. Нужно создать связи между вершинами. Есть несколько способов это сделать. У нас простой граф и выбираем самый компактный способ. В двух массивах задать номера исходящих вершин в первом, а во втором входящие. То есть то, что в первом стоит 0, во втором – единица. Это значит, что из вершины 0 в единицу идет стрелочка. А обратно – нет. Ну, как бы здесь не обязательно, что. Есть обратная связь. И по умолчанию нету связи, нету дуги из 0 в 0 при таком формате. Ее можно потом искусственно добавить, но по умолчанию нет. Создали такой простой граф. Точнее создали пока просто отдельное описание связи вершин. и создаем граф с помощью Data из Torch Geometrics. Вот есть такой объект, в который можно подать эти данные и, значит, инкапсулирует граф. Теперь хорошо бы его нарисовать. Для этого есть другая библиотека, которая базово может рисовать вот так вот просто граф. И чтобы дальше рисовать ее много раз, я здесь написал функцию, которая, в общем-то, к ней обращается и просто добавляет там еще немножко красоты. Значит, теперь про свертку. Вот у нас есть граф, и у каждой вершины есть вот этот эмбеддинг. Он рисован здесь вот этими столбиками с кружками. Проблема в том, что у нас, как я сказал, у одной вершины вот два соседа, у какой-то их вообще нет. У какой-то, может быть, там 102 соседа. И вот такая базовая графовая свертка, она что делает? Она просто эмбеддинг каждого соседа умножает на матрицу весов и их суммирует. Притом матрица весов, она одна. Вообще одна. То есть мы всех соседей перемножаем с этой матрицы. Потому что мы не можем как здесь сделать на каждого соседа свой срез ядра, точнее, свое ядро, свой срез фильтра, потому что мы не знаем, сколько их. Поэтому матрица одна. Вообще мы можем... На практике как-то происходит. Умножается весь граф на эту матрицу, и потом уже результаты там складываются. Но чтобы учесть то, что соседи не одинаковые, есть набор некоторых коэффициентов, которые учитывают их важность. Сейчас я коэффициенты вернусь, но если вы учесть, что все вершины имеют одинаковое число соседей, эти коэффициенты просто учитывают, сколько есть соседей у конкретной вершины, сколько есть соседей у вершины, которую мы используем в свертке. То есть просто число их связей они учитывают, либо увеличивают, либо уменьшают важность этого слагаемого. Но если у нас у всех вершин число соседей одинаково, то они были бы равны единице, их можно было бы просто опустить. Это была бы просто вот такая вот сумма. Мы все имбединги перемножили на одну и ту же матрицу и просуммировали. Это было бы новое число. Если это вектор, это было бы одно число. Если это матрица, то она бы сдавала несколько нейронов, и это был бы уже вектор. То есть новый имбединг для той вершины, в которой мы свертку проделываем. Это если без коэффициента. Какая размерность матрицы весов? Размерность матрицы весов должна быть... Одна размерность равна размеру имбединга, а вторая размерность задает число нейронов. То есть сколько получается в ней строк, столько будет нейронов. Пока, если мы говорим об одном нейроне, это просто вектор размером с имбедингом. Мы просто скалярно перемножили, получили одно число. Хотим второй нейрон, значит, свой набор весов. Но сейчас к этому дойдем. Да, в этом-то и идея. Что она просто сдается, она зависит только от размера имбединга начального. И сколько нейронов мы хотим создать, столько дней в ней будет. И поскольку участвуют в этой свертке только соседи, для каждой вершины будет свой набор. Где-то вообще не будет, где-то будет один, где-то, как я сказал, будет несколько. Соседи – это те вершины, из которых есть путь у нас. Для реализации вот этой свертки есть графовая свертка в Torch Geometrics. Их там много, довольно разных. Я выбрал самую базовую, просто чтобы понять основные идеи, которые здесь заложены. Здесь я создаю вход один, потому что у нас имбединг единичный. И три канала – это вот на выходе, значит, в матрице будет три нейрона закодированы. Вот получается три веса для каждого нейрона. Чтобы все-таки это было похоже на правду, и нам все время не говорить, что у нас вектор из одного числа, здесь я беру и кодирую наши вершины ванход-векторами. То есть, это просто вектор, где единичка стоит только на одном месте, а остальные – нули. Вы это уже видели все, да? И создаю новый граф с этими имбедингами. Вот они так выглядят. Теперь можно применить к нему свертку. Чтобы результат был понятен, я отключил пока вот эти параметры, которые добавляют связи из вершины саму в себя и отключают нормировку вот на эти D. Ну и, соответственно, поскольку все у нас вот эти скалярные произведения, они единичные, выход зависит только от суммы. И вот те вершины, у которых соседи были, у них большее значение, у которых не было там, соответственно, пока ничего. То есть, вот ровно это произошло. Или, если эту свертку разбирать в коде, то мы перемножили, значит, все имбединги на веса. У нас в этот момент появились новые вот такие единичные имбединги. И потом их нужно просуммировать в зависимости от того, у кого сколько соседей. По такому алгоритму. У нас есть две вершины с соседями, у них увеличится, и вот они, собственно, здесь и появились. Точнее, у двух вершин два соседа, а у остальных по одному, а у какой-то нет. Ну, собственно, результат, он совпал с тем, что сверка показала. Ну, и дальше идут всякие навороты. Ну, во-первых, если мы включим вот здесь селф-лупс, появятся пути из вершины в саму себя, она будет участвовать в свертке, как на первой картинке. Значит, и дальше про коэффициенты. Ну, первая идея в том, что если у нас вершины соседей много, то абсолютное значение суммы будет большое, просто с лагами будет много. И у нее будет, ну, большое значение бединга, а у соседней вершины, у которой соседей мало-маленькая, и это не отражает, может быть, ее реальную важность, этой соседней вершины. Вот поэтому надо как-то усредить. И поэтому просто делится на количество соседей суммы, чтобы порядок этих чисел был у всех одинаковым. У всех вершин. Это первое усовершенствование. Дальше, ну, вот конкретно в этой свертке добавляется вторая часть коэффициента. Говорится, что, ну, вот вершины, которые мы используем в сумме, у них тоже разное количество соседей. И те, у которых соседей больше, они будут в большем количестве участвовать с верток, и от них будут, их параметры распространяться быстрее по графу. Поэтому давайте их накажем. Если они популярны, мы еще поделим на, для конкретного слагаемого, на количество его соседей. И добавляется вот второй коэффициент. Да и это всегда количество соседей. В одном случае для вершины центральной, которую мы считаем свертку, а вторая, вторая, да и это для вершины, которая участвует в сумме конкретно, для конкретного слагаемого. Из них получается же вот такой множитель общий. Дальше, следующий наворот состоит в том, что ребра, мы сейчас задавали их единичными, точнее без весов, у нас просто была связь или не была. В реальности там связи могут быть какие-то более сложные, могут быть слабые и сильные. Мы можем это законировать весом ребра. И хорошо быть тоже учесть, и вот добавляется в сумму еще вес ребра. Но поскольку вес ребра, он одновременно определяет и степень соседства, то получается, что уже вот эти D, которые до этого определяли, значит, сколько соседей, они тоже зависят от этих весов. И они считаются уже не как просто сумма, а как сумма этих ежек. Потому что фактически есть или нет связь, это чему равно вот это е, да? По сути. Ну то есть вот набор таких усложнений, которые все выражаются в некоторый коэффициент перед этим произведением, которые так подсчитываются. И теперь мы уже можем включить вот эту нормализацию, включить все эти коэффициенты, получим уже менее интерпретируемый новый вектор амбеддингов для всего графа. То есть для каждой вершины появился слой пока единичный. Вот этот амбеддинг. Ну вот тут я просто для себя скорее расписал, как в коде. Это можно реализовать и получить тот же выход, но я думаю, это дополнительная информация. Значит, чтобы к ребрам добавить вес, нужно добавлять его не в дейта, как можно было бы подумать для начала, а он добавляется непосредственно при вызове форварда у графовой свертки. То есть это параметр, с которым мы запускаем свертку. Мы даже не создаем ее без него, а вот когда мы запускаем на форвард, вот здесь, мы подаем наши амбеддинги, наши связи и подаем еще и веса. И вот тогда они учтутся. Учтутся с учетом вот этой неочевидной зависимости, что они являются частью D. Там, где вес я задал большим, там амбеддинг он стал тоже явно больше. То есть это учет весов. Ну и, соответственно, когда мы добавляем нейроны, у нас в матрице появляются если до транспонирования, то строки, если после, то столбцы. У нас, соответственно, амбеддинги после свертки, новые у вершины, они станут такого размера, сколько мы поставили здесь нейронов или каналов. И есть смысл делать это число немаленьким. Почему? Потому что мы же слои стыкуем, так же, как в обычной сети. Мы будем делать, если графу, и сеть из нескольких слоев. Слой 1, слой 2. У нас у каждой будет свой набор весов. И что при этом будет происходить? Будет происходить такое же увеличение рецептивного поля, как в случае с картинками. Мы можем его неправильно называть рецептивным. На первом слое для этой вершины у нас поучаствует, точнее, вот для этой вершины поучаствует один ее сосед. На втором слое получится, что когда мы будем делать свертку для вот этой, третьей вершины, мы уже используем эмбеддинг второй, у которой на первом слое поучаствовали ее соседи, и что-то в ее эмбеддинг они внесли. То есть, как бы, получается, в информацию эмбеддинг третий попадет какая-то информация из вот этих уже соседей, соседа, и так далее. На третьем слое добавятся соседи, соседи, соседи. И поскольку получается, что у нас каждый эмбеддинг при таком подходе, каждый этот вектор, он каким-то образом весь граф, не то что видит, но он может себе содержать информацию и вообще обо всем графе. Потому что все соседи участвовали в свертках. Но если сеть будет глубокой, а, наверное, это в большинстве случаев имеет смысл. Ну, по крайней мере, для молекул-то наверняка имеет. Для социальных сетей, наверное, нет. Это вот для каких более маленьких граф имеет. И поэтому, ну, есть смысл сделать эти эмбеддинги, наверное, чуть больше, чем были. Ну, или не чуть больше, а достаточными, чтобы граф себе закодировать. Вот. Ну, и насколько я понимаю, такие вот базовые задачи решаются с помощью этого. Что когда у нас свертки все обработали, у нас появились новые умные эмбеддинги. Вот с учетом соседства. Да можем там предсказывать класс, допустим, для вершин. Для конкретных вершин. Ну, для молекул, наверное, это не очень типично. Хотя, я не знаю, для каких-нибудь социальных сетей, там, сетей цитирования, это более осмысленно. Вот. Мы можем их как-то кластеризовать по этим эмбеддингам. С помощью, там, КНН или какого-то другого алгоритма кластеризации и понять, что эти вершины одного типа и эти другого, эти пользователи, там, такие, эти сики. А для молекул скорее можно классифицировать целиком всю молекулу. То есть, вот мы взяли этот граф, посчитали для него все эмбеддинги и потом их можем просто тупо усреднить либо усреднить как-то менее хитро, то есть, просто сложить их все вместе. И поэтому усредненному эмбеддингу предсказывать, является ли молекула там растворителем или ингибитором или что-нибудь еще. То есть, удовлетворительно каким-то свойством, которые нам интересны. А если нам интересно не просто там является, а в какой степени является, ну, мы также регрессию можем посчитать на этом эмбеде. То есть, в принципе, это просто вектор, его можно засовывать в линейный слой уже и дальше с ним работать. Ну, как с другими данными. То есть, для таких структур свертки тоже работают. Вот. Ну, наверное, с такой какой-то новой информацией теоретической все. Теперь будет раздел, где я просто попытаюсь проиллюстрировать, как все это живет внутри сети, чтобы лучше понять. И для начала попробуем ну и пару техник уже таких более практических, которые для обучения потребуются. Вот. Давайте теперь вернемся к картинкам, потому что они самые простые для восприятия и, в общем-то, основная пища для сверток. И посмотрим, как вот сверточная сеть, она устроена внутри. Точнее, что там можно разглядеть. Внутри слоев у нас есть веса. Между ними, между слоями передаются вот эти карты активации, которые получаются. Но они нигде не хранятся. Они создались один раз, попали на слой, на вход другому слою, и памяти больше не хранятся. То есть, они возникают и исчезают, а веса хранятся постоянно. Поэтому самое простое посмотреть на веса. Здесь я загружаю готовую модель, уже обученную с весами AlexNet, про которую говорили. Вот можно посмотреть, как она устроена. Она, похоже, устроена на картинке. Свертки, 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 между ними пулинги, пулинги, пулинги. Вот здесь хитрый слой, про который сегодня речи не было. Он просто усредняет карту признаков до определенного размера 6х6. Кстати, кто захочет, можете почитать про него самостоятельно, и он упростит выполнение задания. То есть, это просто усреднение. Когда мы получили какую-то карту на признаке, ему говорим, нам нужна карта не произвольного размера, а 6х6. Вот разбей ее на нужное количество фрагментов, чтобы получилось 6х6, и в них возьми среднее. И тогда у нас как бы фиксированное количество признаков известно, получается. Мы в прошлый раз говорили, что если нам полно связанная сеть, то понятно, зачем нам нужна актуационная пункция? Здесь зачем нам? Какая пункция? Актуационная. Нет, а в чем разница-то? У нас же здесь нет этой проблемы, что последовательное применение нескольких линейных свое даст просто эквивалент одного линейного сейчас, я тогда плохо объяснял. Я, по-моему, это сказал раза три, что свертка, вот этот фильтр свертки, это линейный слой, просто примененный локально. Поэтому все проблемы с линейным слоем, они вообще не меняются. У нас операция линейная. Мы ничего не поменяли, кроме того, что по кусочкам изображения ее применили. Но вот как только мы вытянули, мы взяли фильтр, вырезали кусок изображения, к нему фильтр применяем. Это то же самое, что мы вытянули все это в вектора и перемножили. Это тот же самый линейный слой. Ну и результаты этих линейных слоев мы подаем на следующий линейный слой. Просто мы их там как-то скомбинировали, но никакой нелинейности не получилось. Это все равно получается, мы что-то умножили, сложили, и потом еще на что-то умножили, сложили. Это все равно будет комбинация линейных слоев, у которых просто выходы между собой там как-то перепутаны может быть чуть-чуть, а некоторые попали на... На счет локальной связанности он нам не дает нелинейности. У нас все равно остается все проблемы линейных моделей, которые мы в прошлый раз обсуждали, они у нас... Да. Что дает нелинейность? Ее дает макс-пулинг. Если мы макс-пулинг применяем, там нелинейность есть. Да, в принципе, он в какой-то степени заменяет активацию, но между просто двумя сверточными слоями нужно ставить активацию, потому что они точно так же слопнутся в один. То есть активация у нас позволяет отбросить какие-то ненужные признаки, совсем отбросить, а не учесть их с коэффициентом дальше. Так что активация именно по этой причине, потому что все это вариация на тему линейного слоя, на самом деле никуда она не девается. Никакой нелинейности мы не добавили. И к этой части сверточной добавляется кусок линейный. Здесь есть дропауты, про которые расскажут в следующий раз. Дропаут это такая операция, которая просто часть выходов зануляет случайным образом. Это позволяет, точнее, принуждает сеть не заучивать в один нейрон всю информацию, раскидывать ее по-разному. Ну или можно рассматривать это как, что у нас в этот раз одна часть нейронов отключилась, в тот раз другая, и фактически у нас две модели немножко отличающих сработали. И по сути, это такой ансамбль внутри одной модели получается, что мы всякий раз используем какую-то разную ее часть, и это уменьшает переобучение, регуляризацию добавляет. Но можно на них пока вообще не обращать внимания, считать, что их нету, а есть линейные слои, точно так же с активацией. Вероятность, с которой мы отключим данный вес. На следующей лекции про них буду подробно рассказывать. Это уже просто раз они появились, я так упомянул. Значит, самое простое, на что можно посмотреть тут, это вот на эти ядра первого слоя. Почему? Потому что они, во-первых, большие, их можно хотя бы вывести как картинку 11 на 11, там что-то будет видно. А во-вторых, у них количество каналов 3, а трехканальные картинки мы умеем рисовать хорошо. У нас все картинки цветные, трехканальные. Добраться до них несложно, да, мы это уже делали. Есть какой-то контейнер фичерс, у него в нулевом элементе лежит этот слой, мы можем добраться через weights data. к весам и вот здесь их 64 получается фильтра размером 3 на 11 на 11. Значит, чтобы их нарисовать, я использую вот такую утилитку из TorchVision. Прелесть ее в том, что она умеет рисовать картинки, у которых каналы стоят на первом месте, как в Torch принято. То есть Matplotlib, чтобы отрисовала картинку, нужно каналы переставить. Ну, что мы будем, на самом деле, дальше делать. А вот TorchVision умеет из набора картинок вот таких вот в таком формате рисовать сразу красивое изображение опять же с каналами на первом месте и чтобы его отрисовать здесь в блокноте, мне каналы придется переставить. А вот если бы мы использовали TensorBoard, то такую картинку в TensorBoard можно было бы кинуть сразу, ничего не переставляя, она бы там отобразилась красиво. Ну и вот некоторое подтверждение слов, что эти фильтры все-таки учат какие-то палочки разнонаправленные. Оно здесь есть. Действительно, какие-то паттерны, они вот на палочки похожи, их довольно много, которые какие-то границы, видимо, научились распознавать. это, пожалуй, вот все, что можно увидеть так глазами. Потому что фильтры, которые дальше идут на следующих слоях, они уже так легко не визуализируются по причине того, что у них каналов больше. То есть, вот здесь какой-то мы взяли более глубокий слой и там у нас 192 фильтра и у них 64 канала. Ну, как бы можно их только по канали нарисовать и ничего в этом особенно красивого или осмысленного нет. Это вот такие уже маленькие непонятные штуки. Ну, по крайней мере, разобрались, как их достать оттуда. Вот любопытнее посмотреть на активации, которые возникают между слоями и которые в памяти не хранятся. Поэтому так легко вытащить не получится. И попутно рассмотрим механизм, который в торче есть, который позволяет как раз контролировать в процессе обучения, что происходит внутри модели. Значит, механизм перехватчиков или хук можно зарегистрировать вот функцию, которая будет отрабатывать в тот момент, когда будет на вход слоя подаваться массив данных очередной. Когда слой будет, когда у слоя вызовется метод формы. Попросту говоря, вот этот перехватчик сработает. Соответственно, у него есть параметры input-output. Это то, что пришло и то, что вышло. Пришла, скорее всего, карта активации с предыдущего слоя, вышла с этого. Мы можем вот так вот его зарегистрировать. у какого-то конкретного слоя вызов вот такой метод зарегистрировать хуку-перехватчик. Здесь я просто проверяю, что он сработал. Видите? Вылез вот этот принт. А вот так его можно убрать. Так он отключается. Нам хочется, чтобы эти данные как-то нарисовались, куда-то отобразились. Поэтому пишу вот такой перехватчик, который берет output. Это активация нашего слоя. Здесь есть некоторая тонкость, потому что у нас получается каждый новый фильтр он дает свою карту активации. Их чтобы нарисовать, нужно переставить вот эти вот шейпы. И также в мейк-грид. Уже я ее отправляю и регистрирую эту функцию в качестве перехватчика. Чтобы это было осмысленно, нужно какую-то картинку реальную загрузить. Потому что активации будут конкретные объекты. Если шум подать, то там ничего не сможем увидеть осмысленного. И вот картинку подаем на вход сети. срабатывает наш перехватчик. И вот он для каждого нейрона. То есть здесь каждый квадратик это нейрон. Это не то, как они расположены активации на картинке. Это просто мы нейроны вывели в таблицу. И по-хорошему их нужно было бы ввести в вектор. Но место много заняло. Вот показано, какой из нейронов как на эту картинку отреагировал. То есть какие-то никак не отреагировали. какие-то животные выделили четко. Но что неудивительно, потому что в AlexNet там куча всяких собак, кошек и прочих животных, которые похожи. И в целом нейроны наверное на них должны хорошо реагировать. То есть тут можно уже посмотреть на что конкретно нейрон активируется и после этого очистить хук. И вот это не очень красиво конечно просто посмотреть как нейрон активируются, а есть проекты, которые идут дальше и они пытаются понять на какой как выглядит конкретно паттерн, который даст максимальную активацию для нейронов. Идея такая, что мы-то обычно считаем градиент по весам, но нам ничего не мешает посчитать градиент по картинке. Это же тоже вход модели. Мы можем задать градиент require grad равно true и получить то же как. У нас выход модели зависит от изображения в том числе. Не только от весов, а от изображения. И дальше если смотреть не на финальный лосс, а смотреть на активацию конкретного нейрона и пытаться также градиентным спуском ее максимизировать. Мы берем какой-то нейрон, его выход и дальше в качестве лосса используем просто размер его активации. Стараемся его максимизировать. А на вход подаем какое-то серое изображение среднее из всего датасета. На нем начинают проявляться вот такие штуки. Это паттерны, на которые какие-то конкретные нейроны научились давать активацию. то есть они действительно выучивают какие-то вещи, про которые я говорил не то чтобы всегда уши, но какие-то на что-то вполне распознаваемые учатся активироваться. Окей, на активации посмотрели. Значит, посмотрели на веса, посмотрели где-то в серединке на активации, но у нас в конце есть линейные слои. Между ними тоже есть вот этот вектор активации промежуточной. И на самом деле он представляет наибольшую наверное ценность вектор, который появляется в конце перед классификатором или вот последних слоях здесь. Почему? Потому что этот вектор он содержит в себе максимум информации о изображении, которой достаточно, чтобы уже потом простым линейным слоем принять решение о классе. То есть он каким-то образом сжал всю нашу картинку в относительно небольшое число чисел. Небольшой набор чисел. Картинка была 255 на 255 на 3, а здесь у нас получилось пускай 4000, но это сильно меньше, чем была картинка вначале. А в принципе у многих моделей эти вектора могут быть и меньше 512 и 256. То есть это такая проекция пространства меньшей размерности достаточно качественная с точки зрения решения задачи нашей. И чтобы это убедиться я сейчас сделаю следующее. Я попробую вот эти эмбиддинги кластеризовать с помощью KNN и посмотрим будет ли точность выше, чем если бы я кластеризовал просто пиксель. Ну и в целом эмбиддинги для очень многих задач используются такие, поэтому с ними работать вам скорее всего придется. Значит, я вывожу модель, смотрю, какой вход у последнего слоя, его размер здесь он довольно большой и чтобы до него добраться мне нужно отключить вот этот последний слой. Я его заменяю пустышкой. Теперь у меня AlexNet будет выдавать не тысячу чисел потому что тысячи классов а вот эти 4096 чисел просто некоторый эмбиддинг некоторое признаковое описание нашей картинки. Ну и дальше делаю, конечно, недопустимую вещь я с far делаю resize конечно бессмысленно если бы мы решали реальную задачу это просто демка беру маленький кусочек датасета и сейчас попробую из него сделать эмбиддинги из cephar вот для этого я просто пишу метод который отправляет картинку в imageNet и теперь уже на выходе получается эмбиддинг отключаю от графа вычислений и сохраняю просто в виде уже вектор вытянутого а он и так и так вектор я их сохраняю в виде векторов потом просто стекаю и у меня получается массив из вот этих векторов плоских вот для 512 изображений я набрал эти эмбиддинги для изображения для каждого есть метка и теперь я учу на них кнм стандартные и сейчас должен получить какую-то точность ну выше чем в первом задании было однозначно хотя всего 512 здесь картинок что очень мало то есть вот это признаковое представление оно достаточно достаточно информативно и это важно и первый способ это использовать на практике это если у нас стоит задача нестандартная то есть у нас есть какая-то ваша задача связанная с той же классификацией есть пока хотя задачу можно придумать любую можно спокойно классификацию на регрессию заменить здесь вот и у вас мало данных но есть какая-то сеть большая наподобие AlexNet которую учили на большом числе данных которые здесь это непонятно как это выразить численно но которые вы считаете что похоже на ваше которое из какого-то близкого домена или из вашего домена допустим вы анализируете снимки внутренних органов КТ а у вас есть КТ мозга открытый дата сет лежит большой и какая-то сеть на нем обучена допустим а у вас фотографии печени но их мало и вы можете взять большую сеть и использовать в качестве экстрактора признаков на последнем слое которые получаются и к ним уже добавить свой классификатор потому что мы предполагаем что в целом фотографии похожи и вот эти признаки которые были на первых слоях они примерно одинаковы будут а отличаться будут в основном только последние где вот уже вместо котиков собачек или там мозга будет печень а здесь вместо AlexNet допустим как на картинке будет еда какая-то то есть в целом фотографии они похожи но классификатор должен быть другой мы можем поэтому взять большую обученную сеть получить из нее вот эти выходы их своим классификатором классифицировать это называется перенос обучения и по большому счету для всех серьезных задач сейчас только так и делается то есть обучить большую сеть на большом сети очень дорого поэтому берется уже предобученная сетка отрезается у нее хвост точнее голова отрезается и к ней добавляется несколько своих слоев которые решают вашу конкретную задачу то есть идея именно в этом чтобы отрезать у AlexNet последний слой и использовать ее основные веса но если мы сделаем это в лоб и начнем ее учить произойдет следующее мы добавим вместо вот этого классификатора AlexNet свой необученный у него веса будут случайные и когда мы будем подстраивать модель градиентным спуском под нашлось веса начнут меняться вот эти хорошие а поскольку этот слой содержит ерунду грубо говоря в себе изменения будут большими потому что в начале обучения всегда большие изменения весов и они испортят нам вот эту часть поэтому нам нужно ее от этого предохранить и веса заморозить для этого можно установить просто requires grad false и тогда у нас вот эта часть учиться не будет после этого мы можем добавить свой слой сюда для этого находим где там был классификатор вот он линейный слой который мы уже до этого удаляли и мы его теперь не удаляем не заменяем пустышкой а мы его заменяем своим слоем в котором будет столько выходов сколько нам нужно или он регрессию вообще будет считать неважно или там будет парочка слоев то есть заменяем его чем-то своим убеждаемся что у нашего слоя нового параметра будут учиться а все остальные заморожены ну и после этого учим уже обычным обычным способом так же как учили линейную модель то есть цикл обучения не отличается вообще ничем мы просто подсовываем другую модель а то что она сверточная или не сверточная никого не волнует мы просто подаем в нее какие-то входы собственно и все вот но и обучиться на 512 картинках конечно плохо но если бы у нас не было цифара всего а было бы только 512 картинок из него это дало бы значительно лучший результат если бы мы учили только на них как это бывает вот в реальных задачах у нас мало данных а там было много и вот после того как оно все сейчас обучится можно веса разморозить когда вот этот слой уже приобретет какие-то осмысленные значения последний классификатор можно разморозить остальные веса чтобы вот эти параметры на начальных слоях они немножко построились под нашу задачу потому что наши картины все-таки другие у нас домен близкий но какой-то не такой и пускай там добавятся какие-то признаки которые помогут ее решить поэтому параметры мы разморозили и снова можем еще ее получить вот но это сейчас какую-то другую займет значит что еще можно добавить что в сети есть некоторые слои которые ведут себя по-разному в зависимости от того учим мы сеть или предсказываем вы с ними наверное еще не сталкивались но например бачнорм который будет на следующей лекции описывается и тот же дропаут они работают по-разному потому что когда мы делаем предсказания нам же не нужно отключать никакие нейроны нам нужно его сделать наоборот максимально точно самое главное что предсказания не должны различаться от запуска к запуску если мы будем случайно что-то менять в процессе предсказания это никого не порадует поэтому у всех этих наследников наследников класса нн модуль есть методы evil и train вот по-хорошему надо их переводить в evil если мы вот такой делаем пайтюнинг на большой модели чего я сейчас не сделал ну радикально это наверное сейчас влияние на точность не окажет но в целом просто нужно помнить что некоторые слои работают по-разному при обучении и при инференсе и вот как бы если мы морозим то морозим все некоторые нет так но я не буду дожидаться пока он здесь доучится так уже много времени прошло значит последний раздел уже совсем последний совсем простой короткий вот возвращаясь к началу да мы с чего начали что у нас сдвиги будут ломать линейную модель и если мы заменили на сверточную то мы эту проблему решили со сдвигами действительно свертка найдет там объект где бы он ни был на картинке если он там есть если она на него научилась ориентироваться но к поворотам свертка к сожалению не вариант если объект повернется для такого повернутого объекта нужно учить свой какой-то фильтр пускай даже простой не на весь объект а вот на вот комбинацию этих простых элементов когда они когда объект будет повернут да ну нужно уже повернутые вот эти палочки это выучить ну и в принципе с масштабом тоже та же проблема что свертка не решает проблему масштабирования это будут разные разные паттерны для объектов разных масштабов значит и простой способ решения он такой брут форс по сути это просто просто имитировать вот эти ситуации добавив в датасет картинки на которых будут объекты в разных масштабах и по-разному повернутые при том что нам не обязательно для этого фотографировать реальные объекты это конечно хорошо если у нас будут реальные объекты повернутые естественно но мы можем эти трансформации сгенерировать мы просто можем искусственно картинку повернуть отмасштабировать и подавать модели на вход вот такие измененные картинки потому что у них класс не поменялся мы знаем что от того что мы масштабировали кота он остался котом и так далее и вот такой подход называется агументации когда мы картинки прежде чем подавать модель мы их как-то меняем применяют его только на тренина валидации нам нам пока испортит картину на валидации мы хотим знать как настоящих картинках работают вот за некоторыми исключениями там опять же но в базе вот пайторч он встроен базово и вы его уже использовали когда писали какой-то трансформ то есть ресайз это в принципе же тоже но это изменение как раз масштаба да вот мы им пользовались обычно правила нормализации и перевод в тензор а можно отправить туда еще еще массу методов которые картинку модифицируют ну это проще посмотреть документации сколько там методов здесь просто несколько базовых примеров и в задании будет сегодня задача написать свою простенькую агументацию ну например вот можно вращать вращать картинки но опять же если вы решать какую-то реальную задачу да где нибудь перевернутых изображений если вы не знаю с камеры наблюдения снимаете поток машины людей вам не нужно вот так вращать нужно ну думать о параметрах которые вашей задачи будут адекватными и соответственно такими аргументации можно только испортить картину да можно там размывать полезно бывает вырезать часть картинки чтобы сеть понимала умела по части восстанавливать но опять же не слишком сильно вот если настолько сильно вырезать здесь уже вопрос сможем ли мы понять что это капибара какое-то другое животное наверное нет то есть то есть агументации нужно применять с умом и поскольку когда разные вот эти искажения будут друг на другу накладываться как каждая по отдельности еще может сохранять информацию о классе а вот их комбинация может привести к тому что картинка будет уже ну совсем не читаем а там даже для человека поэтому когда мы их объединяем моих мы будем объединять естественно то не всегда есть мысль применять их все подряд и есть пара методов которые позволяют процесс контролировать то есть например можно создать большой список агументаций и применять их не все а вот с какой-то вероятностью с помощью вот такого метода а можно 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 применять только одну тогда используем вот такой метод и с помощью вероятности можно указать какую вот то есть на вход в transform можно можно добавить вот такие искажения которые позволят на самом деле модели не переобучаться вот если вы добавить агументации в цифру в последних пятом задании вы увидите что раньше график если построить все графики то график который на трейне шел точностью он там шел 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 вверх куда-то к единице а на валидации вот он выходил на плато то с агументациями он уже на трейне тоже не будет идти вверх он будет почти параллельно валидации то есть модель перестанет переобучаться что хорошо так ну и вам потребуется создать собственную аугментацию собственно вот здесь пример того как ее сделать ну наверно не надо копировать все таки отсюда код полностью надо придумать что-то чуть-чуть свое идея в чем что это любой коллабл объект потому что вопрос просто метод call вызывается когда мы подаем объект в этот список compose да у него должен быть этот метод прописан в нем собственно сама аугментация происходит на вход либо тензор либо пилу image и дальше мы здесь что-то с не делаем возвращаем в том же формате можно вернуть но в конструкторе если нам нужно задать какие-то параметры например вероятность которой она произойдет или там степень шум вот мы конструкторе их определяем вот это нужно будет повторить в домашке но просто придумать что-то свое так ну и а и последний момент совсем последний значит за счет чего агументации вызывают в торч у нас есть объект датасет и мы подаем в датасет вот эти трансформации сюда соответственно где-то внутри датасета они сохраняются и где-то внутри get item написано что-то похожее вот на эту строчку что если эти трансформации есть то мы применяем одни трансформации к изображению к входным данным другие к меткам поэтому если вы будете писать свой датасет вам нужно будет определить вот эти два метода у наследника датасета длину и get item и если у вас будут трансформации они скорее всего будут вам нужно будет вот эту строчку уже написать для своих данных если вы используете не стандартный датасет а свой при этом если вы дальше этот датасет сплитите с помощью train test сплита создаются два уже объекта другого класса сабсеты и у них своих трансформации нету то есть трансформации мы сдаем в главном датасете потом его сплитим и каждому сплиту применяются трансформации из исходного датасета то есть у тех объектов точки точка transform свойства не будет если вы их там зададите то она просто в пустоту уйдет потому что свойства появится применяться не будет то есть трансформации они все живут в настоящем датасете они в сплитах так что то я здесь а ну это просто тест того что это все работает но я думаю что она работает и ну для начала достаточно торча для каких-то более серьезных проектов есть специальные библиотеки потому что торч он например не умеет агументировать маски вот если у нас задача не классификация а нужно предсказать там маску на изображение где находится объект вот он картинку может случайно как-то исказить а маску уже нет вот для этого нужно использовать альгументейшн потому что она умеет то есть в торчи некоторая база и в принципе на этом все